Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать о такой марке, как Формула Профи. Я заказала несколько гель-лаков, чтобы их попробовать и чтобы оценить качество. Сейчас пока что сделаю выкраску. По поводу качества можете мне задавать вопросы и, конечно же, читать комментарии, что же все-таки мне понравилось, как они ложатся, понравилось или не понравилось. Вот поэтому также вот так вот черный и белый еще заказала. Сейчас мы сделаем выкраску. Я думаю, что это достаточно интересный процесс, что тут вышло, как тут получилось. Первый гель-лак я возьму 510. Я напомню, что гель-лаки можно перемешивать, чтобы они не пузырились. Я использую вот такую штуку. Я не знаю, как она правильно называется. Палочка-перемешалочка. Сейчас посмотрим. Я уже подобрала себе такие темные оттенки для осени и зимы. Вот такой он сливовый, что ли. Я даже не знаю, какой. Я хочу сказать, вот я сейчас открыла, не перемешивая его, уже сразу видно, что масса однородная, да, то есть нет отделения пигмента от геля. Это очень классно, то есть практически перемешивать уже ничего особенно-то и не нужно. Сейчас уже новые гель-лаки, нового поколения, они не дают пузырейков. Это, конечно, зависит не только от гель-лака, но это скорее больше зависит от мастера. Потому что, как мы знаем, все гель-лаки необходимо покрывать параллельно ногтем. Ну, попробуем нашу кисточку. Кисточка комфортная достаточно, такая ровненькая, ложится абсолютно ровно. Такая достаточно, ну, прям под кутикулку. По-моему, отличная кисть, ей достаточно удобно работать. Но так как пузыречек небольшой, в принципе, сам по себе, кисточка маленькая, то есть сама вот эта вот держалка. Фиалка, манмарта называется цвет. Ну, вот так, в принципе, в один слой можно укрыть, но второй слой по-любому здесь нужен. Следующий цвет, 401. Очень нежный-нежный оттенок. Просто и под френч. Не, ну, он достаточно плотный, очень красивый цвет. Этот второй слой закрою. Второй слой можно уже делать тоненький, потому что отлично он лег. Конечно, цвет шикарен. Вот, как обычно, камера, к сожалению, как обычно, камера не передает всей полноты картины. И сейчас 401, до покрою. Сейчас еще покажу в конце уже, что еще заказала, что собираюсь сделать с этим. Собираюсь отдельный курс с таким неделем сделать. Сейчас посмотрите, о чем я. Второй слой достаточно укрывчивый. Следующий цвет, 433. Он темный. А, кстати, 401 назывался сливочный крем. Ммм, вкусненько даже называется. А это бархатная ночь, 433 номер. Сейчас посмотрим. Ну, вообще, такой интересный, знаете ли, цвет. Он смотрится как коричневый, но когда наносишь, он какой-то фиолетовый, сливовый. Да, достаточно полупрозрачный. Первый слой, вот так он ложится. Там цвет, конечно, образованный красивый. 519-й гранатовый браслет. Ой, ну, такие оттенки вообще любые хамелеоны. Так классно ложатся. Просто реально красиво. Я на виду гельмаки сами хамелеоны. Лег хорошо. Вот первый слой. Мы продолжим с работой с 433. Вот вы знаете, я просто хочу сказать, что если бы он не был вот таким, то есть если бы он был не полупрозрачным, вот это его, правда, какой-то эффекта бархатистости, да, вот эта вот бархатная ночь, оно бы, ее бы просто не было. Он бы был такой коричневый, прикоричневый. А нужно, чтобы он был темный и с фиолетовым. Камера видит это как коричневый цвет, но он такой фиолетовый. Красивый. Темносливовый, наверное, скорее всего, даже не рассказала. Не знаю даже, как его прям правильно описать. Правда, бархатная ночь какая-то и все. Так, завершаю с 519. Ну, это будет прям такой темный оттенок. Вот такой красно-коричневый он. Следующий оттенок. Это 431. Называется он Роскошный Бордо. Да, правда, Роскошный Бордо. Кажется, что коричневый. На самом деле он такой красно-коричневый. Я, конечно же, все это сфотографирую. 502 дымчатый бриллиант. Такой светло-серый. Чистый цвет очень. Прямо немножко зимой. Уже ледяная на носу. Такой ледяный. Так, доработаю. 431. Плотный бельмак. Отлично ложится, по-моему, замечательно. Вот тут вливание произошло. Освежающий мохито. Я хотела, честно говоря, немножко другой цвет. Но когда посмотрела на этот, я была в восторге. Не знаю, подходит ли он в зиму куда-то. Плотный, ложится отлично. Первого раза укрывает прекрасно. Просто многоточек. Вот такой он выбивается из всего моего зимнего. Вдруг бац, такой яркий. И 501. 501 называется белый клён. Не полосит вообще. Укрывчивый. Замечательный цвет. Ой, такой тёплый. Он такой какой-то... Будет согревать холодные зимки вчера, видимо. Также я подобрала чёрный и белый. Вот такие номера. И сейчас тоже покрою их. Посмотрим на их укрывчивость. Чёрный с некоторой какой-то синевой, я бы сказала даже. Ну, ложится, конечно, он чёрный. Но у них там чёрных два. Есть другой чёрный какой-то. Вот он чёрный, глянцевый. Там как-то вот так он называется. Посмотрим сейчас на белый. Белый этот большой для меня показатель. Белый, плотнючий, вообще. Вот френч и запросто им рисовать. Без всяких проблем. Какой-то чёрный или не чёрный. Грех ему и покрыть в виде. Так, не всем покроешь. Как вот эти у них синые получается. Ну, сейчас он, конечно же, чёрный. Всё. Абсолютно. И покрываем вторым слоем белый. Ну, белый тут тоже можно тонко-тонко покрыть. Потому что белый очень плотный, очень хороший. Очень красивый, замечательный белый. Ну, хочу сказать, что мне все сюда понравились. И что самое интересное... Ну, неинтересное, это уже норма жизни, на самом деле. То, что эти цвета не кукожатся. Даже при плотном нанесении. И это очень классно. Мне это понравилось. Но я хочу сказать, что, конечно, от лампы очень много что зависит. Также у меня есть топ с липким и без липкого слоя. Сейчас их протестим на моих выкрасках. Ещё есть гель-база. Но о гель-базе я расскажу позже, когда я её попробую. Я просто вам покажу, единственное, какая она. Она достаточно жидкая. Вроде бы она долго капала. На самом деле она жидковата. Я укрепление использую с акрилом. Поэтому, сами знаете, что мне не важно, какая она. Вирь бы не сильно густая была. Вот так я бы сказала. Что хочу заметить, что время полимеризации в УФ лампе, так интересно, 30 секунд. И это классно. И здесь то же самое, наверное. Лампе 2 минуты. Одинаково. Этот дольше сохнет, а этот быстрее сохнет. Какая-то нанотехнология, видимо, я так понимаю. Это первое. Второе. На всех гель-лаках есть номер и даты изготовления. Это хорошо. Такой средней консистенции топ. Хорошо выравнивается. И будет хороший, красивый блик. Сейчас посмотрим, как оно блестит. На светлых, на темных оттенках. Кисточка по-прежнему достаточно хороша. Ровненькая такая. Ничего там не выбивается. Никакие отдельные волосочки. Не тянет за собой цвет. То есть цвет хорошо полностью просыхает. Тоже сейчас можно найти такие гель-лаки. Что для меня, честно говоря, уже удивительно. Что пигмент тянется за кистью. Я уж такое не понимаю. Этот топ-гель имеет остаточную липкость. Снимаем, видимо. Как видите, прекрасный глянец. Замечательный. А топ вообще не помутнел. Достаточно ровненько он лег. Очень приятные материалы. Я, честно говоря, давно уже хотела попробовать данные гель-лаки. В темных оттенках этот глянец еще шикарнее смотрится. И теперь перейдем к нашему топ-гелю без липкого слоя. Но не густое, но не жидкий. Такой средней консистенции. Ложится достаточно плотно. Вообще гель-лаки не имеет ярко выраженного запаха. Что, конечно же, может не радовать. Просушим, как и сказано, 2 минутки. Так, ну что, проверяем наш топ. Идеально грянцевое покрытие. У меня есть вот такие гели. Это фактурные гели, которые очень классные. Они так классно работают. И с ними так классно делать какие-либо дизайны. Я бы хотела вам показать сегодня один из дизайнов с этим материалом. Что я хочу сказать про данные фактурные гели. Они могут наноситься как на липкий слой, так и без липкого слоя. И они будут очень хорошо держаться на ногте. Возьмем наш черный и белый. И сейчас сделаем какую-нибудь красоту. Давайте выберем розовый. Вот такой нежнейший. Его прям скушать хочется. Возьмем кисточку, язычок. Оставим вот такой один цветок. И здесь, как вы понимаете, да, можно сделать стразико. Сейчас его просушим. Я покажу, насколько он крепкий. Сделаем сейчас наподобие такого же цветка, только с двойным цветом. Не просушивая, берем следующий цвет. Фантазия моя теперь разыгралась. Тоже не просушивая. Сделаем еще по вяточку лепесточков. Такие перышки какие-то, да, прям получились. И теперь кладу в лампу. Если вы боитесь, что ваш дизайн может отпасть или что-то такое, конечно, лучше тогда используйте этот гель на липкий слой. Сам этот гель имеет липкость, дисперсию остаточную. И просушивается в лампе 2 минуты. Еще очень важно понимать и знать, что поверх вот этого геля не нужно покрывать топовым слоем. Но липкость я обязательно сниму. А теперь давайте попробуем его сковырнуть. Это я без дисперсии делала. Его нереально отковырять. Этот дизайн будет очень хорошо носиться. Но есть такой момент. Если вы положили фактурный гель и он немножечко шершавый, то вы можете просто взять мягкий баф и сделать несколько легких движений по данному дизайну. Он не потеряет своей красоты и блеска. И теперь ватный диск совершенно не цепляется и ничего не оставляет. К этому дизайну я подобрала основной страниц. Сажаем его по 7 см. В данном дизайне я решила сделать более темный основной элемент. И выбрала бирюзово-синие стразы. Голографические. Я их поставлю несколько. Также здесь я буду использовать бульонки металлические. Они, как вы знаете, не теряют свой цвет даже при длительной носке. Это самые лучшие бульонки. Они, кстати говоря, достаточно крупные. И их посажу между своих страз. Конечно же, как я всегда говорю, все необходимо пробовать. И все необходимо экспериментировать на себе, а не на клиентах. Или хотя бы, как в нашем сейчас случае, на типсе. Чтобы понять, каким результат в дальнейшем будет и как вам работать. Не в тот момент, когда уже припекло, а в тот момент, когда вы еще можете все исправить. И понять, нужно вам работать данным материалом или не нужно. Хотите вы им работать или не хотите. Вот. Поэтому вот таких два красивых дизайна у меня получилось. Если вам понравилось данное видео, то ставьте классы. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Ирина Набок. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok